Он всегда мечтал быть летчиком. Утром рано отпрыгал, едет уже на работу по делам своим, а я только еду на прыжки, отработала уже во вторую смену. И вот мы где-то в районе Керамблоков, там, вон оттуда поприветствуем друг друга, значит. Но стал художником. Живописто – это его боль, а какая моя боль. Идем на этюды вместе там в деревнях, пишем, он полчаса, 40 минут, он научен настолько быстро писать. Я быстро пишу тоже, но он-то, конечно, все быстрее гляжу, только ах, или брось все, говорю, пиши живопись. Работал в Чувашском книжном издательстве. Вообще он произвел впечатление такого очень интеллигентного в жизни и интеллигентного в работе человека. И он как бы притягивался к себе, как магнит. И создал герб-флаг Чувашской республики. Были три составляющих, которые он постоянно решал. Это истина, добро и красота. Вот я думаю, вот все эти три составляющие, как нигде, как ни в одном, может быть, или более всего в этом произведении искусств. Мечты и воплощения, работа и творчество. Как жил и творил создатель государственных символов Чувашии Эли Юрьев. В воспоминаниях родных и друзей, учеников и соратников. Программа «Сто лиц столицы». 31 октября в 20 часов на Национальном телевидении Чувашии. Продолжение следует...